А почему вы так не хотите говорить про то, что вы 50 лет прожили со своей красавицей, супругой, так как вы что-то ушли прямо от этой темы? Я не ушел, но что, во-первых, будет еще будет дата, мы это отметим, но что это? Это жизнь целая, большая жизнь от начала до конца с таким сюжетом. У нас же молодежный канал, у нас должны быть ролевые модели, мы должны показывать вот таких людей. Вы знаете, сейчас мне все обсуждают в благосфере заявления главного редактора Маши Гестлин, который сказал, что вообще семью надо упразднить как институт, что семьи не нужны. Но она сама активист лесбийского движения, в принципе. Какого? Лесбийского. А кто это? Маша? Главный редактор Свободы, радио Свобода. Как ее фамилия? Маша Гессен. Гессен? Да, она гражданка США, но возглавляет российскую радиостанцию. Она с Путиным встречалась, кстати, он там уговаривал ее остаться во главе другого издания вокруг света. Она говорит, что вообще не нужно брака. А вот как раз ваш пример показывает, что брак не только нужен, что он может... Мой только, слава богу, не только мой, а этих примеров очень большое количество. Я просто к чему это говорю? Я видел вашу беседу телевизионную с Димой Девровым, где вы говорили, что на самом деле изменилось отношение к институту брака в основном из-за женщин, что женщины являются локомотивом вот этих изменений. Что женщины стали более независимыми. Вы действительно так считаете? Да, думаю, что так. Но наглядно я вижу, что изменилось, потому что это все-таки экономическая составляющая в браке имеет большое значение. Женщины соблюдали, так сказать, боролись за сохранение браков любым способом, потому что им было трудно и невозможно поднимать детей в одиночку. Я вот сейчас вас прерву. Я напомню вам некий культовый фильм мировой. Не только советский, мировой. Москва, слизавет, не верит. Там как раз героиня, она вот вполне независимая. Ну, как вы знаете, она и вполне несчастная во второй серии. Она как бы независимая, как бы, но мне именно это было важно. Во второй серии меня требовали и просили убрать эпизод с... Кто просил? Просил директор Мосфильма убрать эпизод с Табаковым из картины, потому что это... Ну, там было, как бы, для тех времен было, это считалось просто такая смелая сцена. Сейчас я одену просто, даже удивляюсь, на что так я одену. Ну, там были некоторые кусочки, которые пришлось вырезать, но, тем не менее, Вера оставалась все равно в комбинации, и он в трусах. Так что, не каких... Просто пордуха потерпели. Да, это считается. Но просили вырезать, я был потрясен. Отвели, так сказать, просьба, я говорю, да вы что, просто потрясен. Да как же так? Я же специально выстраиваю, вот, начало второй серии, что она просыпается, и она просто... Смотри-ка-то, какая у нее жизнь через 20 лет. Она директор завода, у нее дочь взрослая, у нее квартира в Москве, у нее машина. Все случилось. И потом эпизод с Табаковым, и она сама себе покупает цветы, и ложится спать. Все, пока у женщины не случилось порядка в личной жизни, у нее никогда не будет она, никогда не будет себя. То есть вы придерживаете тезис, что сейчас женщины все-таки более независимы, чем они были... Они независимы, они легче разрывают отношения, если действительно не случилось, но они постоянно в поиске. Это, я не знаю, за Машу Гэссу не поручилось, возможно, она ищет в какой-то другой тусовке, но все равно ищет. Женщина на это обречена. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.